прием я на месте можно начинать всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал коротко а не коротком с вами кин и сейчас я расскажу вам про один сериал но помните доверять нельзя никому даже мне да ладно чем не можно или нет знакомьтесь это алекс райдера обычный ученик обычной школы живущий с дядей и другом семьи джек жизнь алекса медленно и обыденно учеба дружба поиск любви посиделки дома но всему этому приходит конец когда дядя алекса погибает в аварии по крайней мере это гласит официальная версия на самом же деле янрайдер английский шпион и был убит в засаде и дабы узнать причину убийства mi6 вербует свои ряды алекса чтобы внедрить его в секретную школу point blank как-то связанную со всем этим на руку ему играет то что дядя все эти годы завуалирована готовил алекса таскал по горам спускался с рек учил боевым искусством и прочее также еще одно из достоинств алекса его смекалка и находчивость который сразу подмечает служба но куда приведут алекса ответы на искомые вопросы вы узнаете в сериале если попробовать описать сериал в двух словах то у нас тут baby bond сам сериал основан на одноименной серии книг энтони горовица и даже экранизировался в 2006 году в фильме граммобой только фильм экранизировал книгу граммобой а сериал point blank скажу сразу книги я этим читал а к фильму у меня нейтральное отношение как в принципе и ко всей тематике шпионажа например серия фильмов джеймса бонда восторга у меня не вызывает а вот кингсман я очень даже люблю алекса же райдера можно в принципе назвать коллаборацией того и другого взявшего шпионские интриги от бандианы и легкость и некую забавность от кингсмана даже интро алекса райдера почему-то у меня очень ассоциируется с интро джеймса бонда а вообще самым близким аналогом можно назвать коди бэнкса только с более серьезной подачей без гипертрофированного школьного юмора но там 10 плюсы само собой будут и минусы но тут это скорее не минусы а клиширована с некоторых идей присущие жанру в целом супер злодеи и заговоры тайны и прочее и прочее и прочее до сериал этим тоже грешит но не злоупотребляет то есть там где в других фильмах ребята были нашпигованы супер зонтиками или жвачками бомбами тут алексу по большей части приходится работать головой и придумывать как выпутываться из ситуации а поэтому и мы больше верим в реальность происходящего эту же реалистичность можно отнести к персонажам то есть благодаря им мы верим и пропитываемся атмосферы происходящего никаких тут тебе 35-летних перекачанных школьников тут подростки играющие подростков может только возраст их персонажей чуть младше их реального возраста радует глаз и красивые виды сериала но уж радует годное музыкальное сопровождение правда я смотрел на кинопоиски почему-то звук там был дико несбалансирован и в моменты громкой музыки получалось вот это ладно хотя бы такое было не часто а только в момента громкой музыки также к плюсам можно отнести динамику сериала которая ни разу не провисает на экране всегда происходит что-то важное например сериал особо не тратит время на ту же любовную линию нет он уделяет ли небольшое внимание но на этом все так что если захотите пойти сделать себе бутер то лучше ставьте на паузу иначе можете пропустить какую-то важную сюжетную информацию ну и как я уже говорил в начале я не особо фанатею от тематики шпионажа и этого мне было вдвойне удивительно что сериал мне понравился настолько что я без перерыва посмотрел все 8 серий и тут же захотел продолжения ну и как итог мрачный шпионский боевик но при этом с довольно легкой затягивающей подачей годный визуал и музыка живые актеры и тайны интриги расследования вот что будет ждать вас в сериале ну а на этом у нас все дорогие друзья и всем большущие спасибо за просмотр и если вам понравилось данное видео то не поскупитесь на свой шпионский лайк и подписку а в описании вас будет ждать ссылка на просмотр сериала а также ссылка для вашей поддержки канала и ссылки на мою группу вк инстаграм твич вас ты буду очень благодарен если вы на все это подпишитесь ну а я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии пока